Привет, народ! 12 июня, Москва-парк. Всем мира, здоровья, счастья, успехов, здоровья прежде всего. Сегодня у меня с тренером был, так сказать, очередной забег. Вот, ну, я начал готовиться к полумарафону, ну, по советам опытных бегунов, которые, ну, достаточно хорошо бегают марафоны. Вот, ну, и там все советуют перед очередной тренировочкой, забегом на дальние дистанции, надо типа кушать углеводы типа гречки, поменьше белка. А я же вообще практикую кетодиету. В общем, сегодня я приготовил гречки с мясом, купил молочки, так, циркорий с молочком, ну, замена кофе. Я давно уже без кофе, но стараюсь тоже жить. Тем более у меня сейчас работа такая, объектодинарный. Ну, то есть я один сижу, никого нету, и поэтому, ну, могу себе позволить. Никто меня не смущает, не соблазняет, так сказать, вкусняшками. Вот, ну и, короче, во-первых, сегодня выходной день, никого нету, я проспал. Ну, до 10 утра точно, выспался, как говорится, отдохнул прям хорошо. Вот, ну, приготовил покушать, наелся. Я получил такой инсулиновый удар. Меня придавило, аж в ушах зажужжало. В общем, я, короче, опять завалился спать. Хотел поспать так, думаю, минут 15-30 посплю. Ну, и все, пройдет, ага. Я проснулся в 18 часов от того, что мне жена начала звонить. В общем, проспал я целый день. Из этого я сделал следующий вывод. Что перед большой тренировкой, перед большим забегом, нельзя покупать новую обувь, нельзя покупать новую одежду, и нельзя менять рацион питания. Ну, то есть, как ты бегаешь, как ты питаешься, так и продолжать. Вся проблема в кето-диете. Люди бегают, вообще красота. Вся проблема кето-диеты, что сил нету, короче. Ты бежишь, где-то до 22 километров я бежал, а дальше наступает вот эта самая марафонская стена. Это очень рано. И дальше ноги уже вообще не двигаются. Ну, то есть, они как будто их вот свинцом налили, они не передвигаются. И я еще заметил следующее. То есть, если я регулярно бегаю, у меня потоотделение идет первые, там, минут 10. Я просмаркиваюсь, а дальше потом все, короче. Пота нету. Я прибегаю, ну, да, майка мокрая, но не до такой степени я сухой прибегаю. Можно сказать. Сегодня же я бежал. Ну, во-первых, тренер мне выставил тренировочку 4 километра или 3 километра, что-то там с маленькой скоростью, там, в темпе 6 минут за километр. Ну, я не прочитал невнимательно. В общем, я с места стартанул. Бежал со своим 5.30. Мне постоянно тренер предупреждал, что высокий темп надо сбавить. Ну, в итоге я где-то со скоростью 5.45, 5.43. В общем, средний темп был такой. И мне написало, что у меня заминка, и все, короче, ну, тренировка закончилась. Поэтому, ладно, раз закончилось, то закончилось. Буду сегодня отдыхать. Не хочу я больше бегать. И тем более, я испытываю такое прям ощущение. Сейчас, наверное, приду в душ и еще спать буду. Короче, отсыпной день устроил себе. Ну, наверное, может быть, нервную систему и надо было таким путем восстанавливать. Очень даже хорошо бы поспать. Потому что меня что-то в последнее время так все занервировало. Сегодня дозвонился сын моего соседа. Оказывается, его полиция разыскивала. В общем, сосед у меня умер. А он такой. Жена у него еще лет 20 назад умерла. У него были дети. Ну, дочка старшая. Я даже не знаю, где она живет сейчас. Вот. Я ее, ну, не видел уже лет так 20-25, наверное, не видел. Я знаю, что она замуж вышла. Детей у них куча. И как-то в поликлинике ее встречал. Ну, это еще когда... Маленькие они еще были. Она там... Дочка у него тоже непутевая. Она, короче, в 16 лет родила. То ли двойню, то ли тройню. Ну, короче, там у них детей было дохренища. Но муж был. В общем, они куда... Не знаю, где они живут. А сына я видел как-то. Вот, ну... В общем, участковому я дозвонился. Участковый тоже искал его. Нашли они сына. Он, оказывается, в армии служит здесь, в Москве, в Подольске. Сын приехал на похороны. Похоронил отца, короче. Ну, и с его телефона нашел мой телефон. Мне сегодня позвонил. Обменялись контактами. Вот. Ну, такая вот жизнь наша. Все стараешься, стараешься. Как-то стремишься к чему-то. В этом раз и все. И на тот свет отнесли. Не знаю, какие-то грустные вот эти моменты наступают. Стараешься себя порадовать. Ну, и что? Спорт хорошо, очень сильно помогает. Как говорится, если тебе плохо, беги. Если тебе весело, тоже беги. И, в общем, вот так вот. Ну, марафон, я же говорю, я еще не бегал ни разу. А записался в этом году на 13 октября на Большой Московский марафон. Опять же, меня тут коллеги сподвигли. Монтажники систем видеонаблюдения. Причем, ну, ребята-то молодые. Им под 30 с копейками. Но такие, знаете, оскуфившиеся бегемотики. И они заявили, что, говорят, а мы тут в марафон, говорит, побежим. Блин, я думаю, как так? Молодежь бегает, а я что, не могу? Ну, и, в общем, поставил задачу перед собой. Не знаю, что с питанием, конечно. Конечно, попробую всякие на быстрых углеводах, ой, на быстрых, на медленных углеводах, на гречке, на геркулесе, попитаться месяцок. Июнь. Вот до конца июня я попробую перейти на новое питание. Посмотрим, что мне нарисует приложение, будет ли у меня улучшение или нет. А если что, уже потом с июля уйду опять в кето. Ну, если что, если что, буду бежать уже марафон легкой трусой. А бы пробежать эти 40 километров. 42, 250, по-моему. Ну, вот так вот. Хорошо, сегодня в Москве ураган, говорят, был. Посметало все. Там заборы, ограждения у меня у сына стоят на объекте, короче. Смело их попадали. Не знаю, как там было, но по факту так дорожка уже высохла. Ну, в парке людей очень мало. Сегодня праздничный день, везде полиция стоит. Тут поцепляли. На въезде меня, на входе меня через, на рамки отправили. А рамки чуть ли не за 100 метров. В общем, которые бегали туда, на эту рамку. Туда-сюда. Там полицейский стоит, говорит, а зачем вам через рамку, если вы уже в парке? Такой идиотизм. Ладно, всем хорошего настроения. Мира, добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok